Ждем Таню. Она, кстати, купила новую машину. Ждем. Кто это едет музыку слушает? Одна страна, Тратибор. Привет. Тише, тише. Это ж Таня, это Таня. Привет. Школьник, второклассник у нас, Тратибор. А Маши нет? Один. Привет. Здрасьте, здрасьте. Заходите, проходите, на замочек закрывайте. Да, Саша спит только, сейчас я скажу. Доча, Таня приехала? Саш, Таня приехала. Я спит. Или два день купила? Да. Артем, Таня с Тратибором. Вот, туалет сюда. Здорово. Ух ты, как у тебя здорово стало, а? Так второй класс уже представляешь. Такая жирненькая. Это она похудела. Он отрастает, он же был как... Он же был пальто, он же как пальто был. Нет, там, дальнее. Ага. След включай. Большой стол. Примечения нового. Потому что ты уже будешь у нас на заднем расположаться. Тебя будут видеть участники левел. Они, зная, что ты принимаешь левел и даешь там лояльность. А как вы участникам? А чья самая вся жизнь любит? Какие печати? Левел, что ли? Это не маят, это и раифка. Каждый месяц у них там новый паэлл. Сейчас у них, короче, 250 плюс мужчин и 50 плюс женщин. То есть там как бы мужской вообще нет. Просто косяк это мужчины 250 плюс. А еще и женский. У, тоже левел. У них там, ага. В столе у нас просто ружье. И смотри, в ресторан прихожу, они говорят, вот у нас есть своя система лояльности, 10% кэшбэ. Типа как у А4 делится. Ой, господи. Саш, подержи собаку. Что? Как у нее дверь так открывается? Вау! Вот Танина новая машина. Вот эта старенькая взялась, да? Сильно новая. В смысле? Это и не было. Вот у Тани там сзади не видно. Сейчас придите. Для работы тут все. Где вспышка? Рабочий, короче, у меня. Сейчас не уж мы тут. Рабочая машинка, видите там. Продукция, аппараты. Так выглядит машина бизнес-вума. Так понятно? Всем понятно. Клара, ты будь мусорку. О, подойди, здесь мусорка. Клара. Ах, я сейчас е�, копейка. Ставящемуся. Ставящемуся, роботному. Однажднаждну. Да. У вас Terreио. Пока! Отопление включено и в ванне у нас тёплый пол, поэтому это Гриша. И теперь он здесь будет находиться очень часто. Он любит полежать на тёпленьком. Гриш... Гришенька... Гришенька... Гришенька, тебе хорошо? Гришеньке, хорошо. Вымыла свои кисти. У меня, кстати, сегодня третий выходной. Нюша, я сюда не пускаю. Я сюда положила стол, она стоит, лает. Ей что-то там в стекле отражается, она лает. Не даёт спокойно в тишине посидеть. Здесь у меня варится бульон куриный из спинок. Было бы идеально добавить сюда ещё какую-то часть курицы, чтобы было мясо. Кстати, надо посмотреть. Да, наверное, сейчас закину сюда ещё что-нибудь. У меня там голень немножко есть. Ну, просто чтобы именно мясо было, потому что от этого мяса нет. Ещё сюда закину картошку. И я готова съесть кастрюлю, когда в бульоне есть в спинке. Это очень вкусно. Это как каша из топора. А я закинула, в общем, туда ещё... Видите, какой жирненький бульончик? Ещё голень вон четыре штуки. И сейчас... Ну, они отварятся, и я картошку туда... Сейчас съем на завтрак просто три персика нектарина. То есть, я потому что жду бульончик. Я сейчас лягу, хочу видео какое-нибудь посмотреть. Видишь, да? Вот видите, какая миленькая собачка. Она обожает персики, нектарины. Она очень его хочет. Она половину целую от персика может слопать. Сейчас я поговорю и тебе дам, хорошо? Хорошо. Я позанималась этим временем готов мой обед. Картошка, вот эти вот, которые голень я положила, вот я их уже раз потрошила, чтобы мяско было. Ну, а вот эти спинки, это я не знаю, Игорь их обычно ест, мы как-то это не едим. И также у меня готов рис в мультиварке. В тарелку, значит, бульон с курицей, с картошкой и вот этот рис. И будет очень вкусно. Пальчики оближешь. Ой, как я это хочу. Все, я пошла есть. Я очень надеюсь, что началось бабье лето. Но еще не так тепло. То есть, в футболки ходить нельзя. Бабье лето для меня, это когда ты днем можешь ходить в футболки. Так. Так, как-нибудь пока сделать. Вот. Я просто вчера получила посылку от Ботель. Заказывала себе кое-что. Показывала это на бусте. И сейчас хочу дать некоторые отзывы. То, что я уже попробовала. Первая это вот такая маска для волос. Провокация перцовая. Выраженный термоэффект написано. Я сегодня сделала ее держать на голове. Ее нужно наносить на кожу головы и на все волосы по длине. Держать 5-7 минут и смывать. Что могу сказать. Ну термоэффект, да, разогревается. Вот именно вот это пощипывание такое перцовое чувствуется на голове. И потом после, ну умеренное, то есть все терпеть можно. И после смывания какое-то время тоже ты чувствуешь вот это вот пощипывание. Потом оно проходит. Вот. Маска мне понравилась. Вообще они делают какой-то, они нашли какой-то в Ботель. Я имею ввиду, они нашли какой-то ингредиент, который добавляют в маски и бальзамы. Что он какими-то шелковистыми волосы делает. Именно на обесцвеченные волосы мне, конечно, вот этой маски было недостаточно. Но когда мы покупаем что-то перцовое, эффект мы тоже ждем именно на корнях. Именно рост, стимулирование волосяных луковиц, да. А по длине, ну нормально, если у вас волосы не обесцвеченные, то вам и так будет хорошо. А мне пришлось добавить несмываемого ухода, но в целом мне понравилось. Также я уже начала вчера тестировать вот такое мыло увлажняющее. Это мне сразу вспоминается. Долго буду помнить этот комментарий. Да можно умываться и мылом? Да, конечно, можно. Просто каждый для себя выбирает. Вот этим мылом можно вполне умываться вечером. Оно увлажняющее. Также Ботель. Мне оно понравилось. Я вчера умылась. Утром я не буду умываться мылом. Никаким. Ни косметическим. Никаким. Потому что утром я умываюсь только молочком. Это без вариантов. Меня не волнует, кто что мне будет говорить. Понравилось мыло увлажняющее. Чувствуется этот эффект увлажнения. Чувствуется, знаете, чувствуется как будто бы то ли глицерин, то ли масло. Ну, больше не на масло похоже, больше именно на что-то глицерин похоже. На глицерин, да. Ты когда его смываешь, у тебя кожа не стянута. Она как будто бы вот, на ней как будто бы что-то остается. Типа глицерина. То есть жирная кожа, скорее всего, это не понравится. Хотя жирную кожу тоже нужно увлажнять, чтобы она не была такой жирной. То есть мне понравилось. Я для чего его взяла? Потому что я показывала, что у меня сейчас гель с кислотами для умывания. Я не хочу, я им сейчас умываюсь каждый день, но я хочу чередовать. А вот это вот вариант, именно вот очень хороший, увлажняющий. Понравилось. Ну и хватит, естественно, надолго. Это очень экономно. Мыло стоит, ну не знаю, до 200 рублей, я не помню. Не помню, но мне понравилось. В общем, это мыло недорого, хватит. Но на полгода, наверное, умывания хватит. И еще одна для меня новая вещь, это тени. В оттенке 0,4. Цвет. Жемчужина серый. Когда-то я рассказывала, тоже у меня были тени от Ботель. Они мне не понравились. В прошлом году я их брала с собой на Алтай. Они были тоже черные, но с розовыми разводами. Здесь у меня серые разводы. И тени по факту серые. Знаете, они красят достаточно плотно. Я не знаю, как другие тенки. Вот тот был, который черный, с розовыми разводами. Он очень неплотно красил. Он не давал плотного цвета. И мне кажется, вот из этой серии бронзовый оттенок, он тоже неплотный. И все остальные неплотные. Вот мне кажется, что самый плотный, это вот этот. Вот. Я накрасила им. Причем, знаете, я... Понятно, что я не очень аккуратно крашусь. Как могу, так и крашусь. И еще, тем более, кисти у меня постиранные. И я там одну какую-то кисточку нашла, которую, в общем-то, было неудобно красить. Но кое-как справилась. Можно, кстати, пальцем. Я потом в конце добавляла пальцем для плотности, чтобы не было проблежно и хорошо. То есть, вот. Единственное, что я думала, мне серый совсем не пойдет. Но он темно-серый. Он даже в какой-то степени светло-черный, можно назвать. В общем, нормально. Мне показалось. Я еще стрелочку себе добавила. В общем, такой у меня сегодня макияж. Достаточно яркий. Но внизу ничего не стало себе сегодня подводить. Попробую походить так. Сегодня у нас тоже с Игорем Планом. Короче, записались на мойку машины на 16.30. И при этом нужно снять небольшой рекламный ролик для его проекта. Я в главной роли. Вот я должна ему помочь. Поэтому я немножко поярче накрасилась. Не знаю. Может быть, все-таки еще внизу что-то добавлю. Потому что в камере камера всегда все съедает. Это в жизни не очень. Может быть, это нужно нам. Может быть, для ролика я все-таки еще внизу либо ресницы накрашу, либо внизу подведу глаза. Я вот сейчас не понимаю, как я выгляжу. В общем, эти продукты хорошие, которые я попробовала. Мне все понравилось. Даже тени. Хотя я плевалась. Но вот этот оттенок более-менее он плотно ложится. Все. Пока пошла я отсюда. А, еще сейчас что-то покажу. Еще я вам хочу показать, какие биодобавки я сейчас пью. Я пропила коллаген. Вот эти 10 баночек, которые по 12 мл. Которые мне очень нравятся. Их пьешь 10 дней, потом месяц, делаешь перерыв, а он продолжает действовать. Господи, как это классно. Поэтому я сомневаюсь, буду ли я покупать другой коллаген от Ботель. Вроде как надо тоже попробовать. Но меня очень тот устраивает. В продолжение, в поддержку к нему я купила суставлайт. Капсулы тоже для суставов. Потому что кое-как открыла. Капсулы серые невзрачные, как и большинство. Тут половина вот такие серые невзрачные, половина наполовину белые, наполовину красные. У них как-то все так открывается тяжело. Эту упаковку буду пить в поддержку своих составов. Потому что у меня болеть начинают. Масло черного тмина. Тоже сейчас начну. Тоже открыла. Вот такие небольшие капсулы по одной капсуле два раза в день. Это жирные кислоты, это противовоспалительное средство. Это и наш иммунитет. Короче, вот буду пить, пропивать вот это. А потом после них планирую омегу купить. Еще не покупала омегу. И пчелиный подмор, я бы сама его никогда не купила. Но мне прислали в подарок. Вообще пишут, видите, что это мощный антиоксидант, защита от вирусов и инфекций. Кстати, вот это я только на пачке прочитала. В каталоге я читала, что это еще хорошо влияет на щитовидку. Хотя у меня нет проблем с щитовидкой. Потом на ЖКТ очень хорошо влияет. И еще на сосуды, на стенки сосудов укрепляют. Вот это все хорошо. Поэтому тоже попью. Короче, у меня получается сейчас будет еще три биодобавки и плюс я пью еще мультивитамины. Все, четыре биодобавки у меня на данный момент. Для меня это немного. Но с другой стороны, кстати, может быть вот это и по очереди выпить. Не знаю. Потому что это иммуномодулирующие, это иммуномодулирующие. Нет, буду вместе. Все решено. Очень холодно. Так, круг почет Анюши. Я даже в перчатках. Вы представляете? Ужасно холодно. Я ездила. Мы сейчас же снимали ролик для проекта Игоря. Я не знаю, понравилось ему или нет. Вот что у меня. В основном у меня получилось. Потому что он вообще не понимается. Но мне не очень нравится. Но в целом примерно я видела это так. Не знаю, как он это видел. У нас с ним абсолютно разные взгляды. Но сказал нормально. В общем, очень холодно. Я была легко одета. Поэтому сейчас я одела... Ой, блин. Извините. Теперь я оделась вот так. Блин, прям очень-очень холодно. Девочки, я выхожу на работу на четыре дня. Я сама в шоке. Потому что опять я не нанималась работать по четыре дня. Я нанималась работать два через два. Сейчас я опять себе говорю, ладно. Это потому что у девочек семинары на этой неделе. Поэтому вот так. Но если еще пару раз такое случится, то я... Мне это не надо. По столько дней работать. Но я надеюсь, что такого больше не будет. Но это надо будет, конечно, предварительно поговорить с заведующим. Сказать ей, что мне это не надо. Что я буду увольняться, если так. Я буду на таком графике. Потому что я не хочу столько. Господи, все, у меня рука замерзла. Девочки, я весь день ждала, пока у меня плита будет в таком состоянии. Это я жарила котлеты. Я хочу протестировать вот это средство от Ботель. Я купила аж целых два. Была акция два по цене одного. И я взяла два вот таких средства чистящих от Фаберлик. Я уже пробовала. Классное. Азелит классный. Но и то, и другое не очищают до конца вот эту печку. Буду пробовать это. Тоже не уверена, что оно до конца очистит. Отзывы-то, конечно, были хорошие. Но будем проверять. У меня тут, видите, это стеклокерамика. И здесь два вот таких круга. И вот этот внутренний уже почти не виден. Чем он менее виден, тем он более грязный. И ничем он не оттирается. У меня даже есть вот такие вот скребочки. Они тоже не помогают. Сейчас я просто залью вот этим средством. Оно очень жидкое. И подожду так же, как я делаю со всеми остальными средствами. А потом губкой попротираю. В общем, ждем. Пока я помою посуду, которая не влезла в посудомойку, ее немного, девочки. Вы мне только, пожалуйста, напомните, чтобы я завтра, когда зайду утром в фикс прайс, я купила перчатки. У меня там, тут уже последние несколько пар осталось. Ладно? Напомните, завтра с утра мне в фикс прайсе купить. Мама! А, вы мне сейчас как-то влезла? Да. Можно? Да, только одну мне оставь на завтраку. Ну и одну прямо, одну. В из них. Бери. Ты снимаешь. Ах-ха-ха. Ну она постояла буквально пять минут. Я хочу попробовать спреку. Вот это место, где должны быть грели нет. кстати лучше пока чем было на вторая линия все еще не открывается ну вот так это выглядит девочки вам отсвечивает вам кажется что это не очень чисто на самом деле это чище чем у меня было с вот этим вот средством вот такое последнее время у меня было и все таки вот этот ботель очистила получше я поняла что вот это которая вам говорила еще один кружок я его просто до такой степени уже отшоркала потому что вот здесь выпуклая полосочка здесь я уже все стерла и она больше никогда не появится вот здесь тоже я уже все до такой степени отшоркала что это уже затерто поцарапано и так далее в целом в общем средство хорошее когда таня у меня была она мне раскололила свой поломник у неё другой еще есть тоник то есть у меня пока еще тут ну вот видите на дне остался ну тут вот столько вот этот он с яблочной кислотой и по-моему а с яблочной и салициловой хороший нежный токик но у нее появился еще другой она мне вот так расхвалила что я его заказала она мне его не привезла она забыла она ехала не из дома поэтому она не взяла ничего он у нее кстати скоро выйдет в другой упаковке для чувствительной кожи значит почему я я как я же повторю что что мне было о нем сказано что этот тоник подходит для чувствительной кожи что заявлено в его составе есть пантенол в его составе немножко молочной кислоты молочная кислота это самая такая легкая кислота у нее самая крупная молекула она работает на поверхности кожи она работает на увлажнение так написано увлажняющий тоник вот она работает на увлажнение и вот у тани например такая проблема что у нее все тоники вызывают аллергию и ее клиентка девочка которая тоже заказала этот тоник у нее тоже у нее все тоники вызывают аллергию таня на себе сначала проверила потом ей посоветовала и что то не что это девочка клиентка она говорит идеальный на него нет аллергии от него кожа очень красивая это понимаю что кожа очень красивая во первых потому что как раз здесь немножечко молочной кислоты содержится плюс здесь есть пантенол он также восстанавливает нам кожу его и натуральный короче натуральный алтайский все как обычно поэтому сегодня я буду пользоваться утром я пользуюсь гидролатом телефончик а вечером буду этим пользоваться сейчас я не нужно удалить макияж мне нужно собрать волосы но я познать я практически уверена что мне этот уник понравится как-то даже нет другого вариант что он не может не понравится вряд ли сейчас я быстренько стянулась удалю последняя порция осталась и отравится на пустые баночки кстати вот так выглядит мыло которым я буду умывать лицо сегодня тоже буду им потому что то в тонике так как есть кислота то кислотный кислотную умывалку я уже брать не буду хорошие и тело ой я и тело им у меня же есть два геля ладно сначала закончу один из геля и тело кстати им тоже легко можно мыть и руки прям не будет пересушить она же и заявлено для лица рук и тело у меня все надо как обычно для лица ладно я пошла мыться и по первым ощущениям очень классный тоник знаете как будто бы кожа сразу стала мягкая может быть я себе внушаю я умею себе внушать но у меня сейчас кожа мягкая я уже все нанесла и сыворотку и крем и крем для век тоник в первую очередь очень кожа мягкая я пойду спать завтра с вами встретимся и и и и и и и Все утро, я собираюсь на работу, вот я сварила себе чечевицу. Очень вкусно, сейчас попробовала чуть-чуть. Причем я сюда не масла, ничего, я только подсолила. Это для тех, кто любит горошницу, но варится все-таки быстрее и немножечко, капельку, другой вкус. В следующий раз прям сварю побольше, мало. И возьму еще с собой котлетки. Я вчера делала котлетки куриные, я прям сюда положу. Все равно все смешается. И одна котлетка останется кому-нибудь. Вот, и также я уже себе вчера тут собрала огурчики, персик и у меня тут печенье с собой. Вот такой вот у меня будет обед сегодня. А еще я сейчас хочу попробовать вот этот кисель от Ботель. Я их купила три штуки разные. Этот для иммунитета с клюквой. Сейчас, подождите, я прочитаю, как им пользоваться. Так, растворяем в стакане крутого кипятка. Перемешиваем и даем настояться 1-2 минуты. Сейчас сделаем. Крутой кипяток. Я хочу, чтобы он был слегка густой. Хотя бы он чуть не очень густой. Наверное, поменьше кипятка надо. Ну, как он чуть-чуть поставим. Ладно, дадим настояться. Пока оденусь. Так, я вот так вот одета. У меня джинсы широкие. Футболка моя с Вайлберрис. И вот черненькая водолазка прозрачная. Ремень прям сюда попросился. Я редко, особенно на работу, не очень люблю надевать ремни. Потому что в туалет. Вот этот ремень долго, кстати, застегивается. Но он сюда прям попросился. Говорит, Марина, пожалуйста. Я думаю, ладно. Я, кстати, девочки вам покажу. Я уже... Вот у меня тут леггинсы лосины. Тепленькие. Потому что она намерзлась. Я вчера сильно. И почему не колготки надела под низ? Потому что, чтобы работать в своих босоножках, в которых я отрезала ремешки, которые стали шлепками, чтобы они с меня не спадали. То есть мне просто нужно сейчас надеть обычные носки. Не капроновые. Чтобы я могла в них ходить. Давайте попробуем. Волосы просто в хвостик соберу. Попробуем кисель. Человек обожгла. Ой, он густой. Вкусный. Густой, вкусный. Но вам не видно, конечно. И там кусочки вот эти. Как будто от малины. Не от клюквы. Вкусненькие. Ладно. А, ну давайте я вам расскажу. Допустим, еще пооставай. С утра мне, короче, прилетает сегодня сообщение. Марина, ты можешь пораньше приехать на работу на 30-40 минут? А то у нас сейчас проверки. Нам нужно по максимуму везде порядок навести. Вы что, серьезно? Я говорю, нет. У меня автобус по расписанию. Даже если у меня автобус был не по расписанию, какого фига, да? Мне за это не платят. Компания экономит на работниках. То есть так, что в течение дня мы не все успеваем. Но мы реально не все успеваем в течение дня сделать. Потому что нас, например, двое всего в смене. Один по-любому должен в зале, другой какой-то работать, заниматься, которого он не успевает сделать в течение дня. Они экономят на этом, а я должна приходить с утра пораньше. Короче, если честно, я уже сегодня, Игорь, сказала, мне это все бесит прям. Где мои два через два, на которые я устраивалась? То есть максимум три через три. Иногда три через два. Ну, как-то так. То есть соотношение не то. Я сейчас четыре-пять дня работаю. Потом три отдыхаю. Я на четыре дня не хочу уходить на работу. Поэтому как только у меня будет возможность уволиться, как только у Игоря дела уже пойдут в гору, я увольняюсь. Я не хочу. Мне это не надо. Мне не нравится работать четыре дня подряд. Мне даже три не особо нравятся. А что уж говорить о четырех. Все, я хотела работать в свое удовольствие. В свое удовольствие это два через два. Когда ты не успеваешь устать, когда ты успеваешь все остальные дела, которые я должна делать, делаю, сделать. А так мне не нравится. Я не знаю, надеть ли сюда, или это будет слишком. Сережки у меня вот такие синенькие кольца, темно-синие. И макияж опять же тени вчерашние накрасила. Губы не знаю, опять не хочу. Может матовой помадой накрашу. Ладно, буду собираться. Мне там надо, кстати, поудалять на телефон. У меня мало времени осталось для записи. Так, мне нужны перчатки. Корм для мушек. Господи, почему корма для собак нигде нет? Это что такое? Офигеть, тут нет корма для собак. Так что мне еще надо было. Корм для собак. Перчатки. Что-то ж еще я не помню. Вспомнила, для кошек тоже надо пакетчики взять. Что-то мне отселять. Да, я возьму. Так, вот так. Вспомнила, опять вот эту фигуру. Мне нравится именно, отстираю. Вот, куда мне нужны перчатки. Такие большие, их нет. Может быть взять вот такие? Где разнодальщина. Ну, вообще, они очень тонкие, конечно. Я бы хотела другие. Вот эти прочные возьму. Есть такие перчатки. Еще возьму скотч. Вот так я сегодня, видите? Тут, конечно, шумно. Так, телефон где? Телефон где? Где телефон реально? Где? Вообще, куда-то делся. И непонятно, где находится. Ой. Так. Я пришла первым делом, поставила себе чайник. Лена пошла, она раньше. Приехала на электричке раньше на полтора часа, но это ее выбор. Не мой. Пошла в магазин, сейчас что-нибудь себе купить. Я не буду. Я не буду. Ладно, переобуваюсь. Ладно, как обычно, когда я включила телефон, все прекратилось. Просто мы вышли, и ветер сильный, и такой листопад. И это как ошалелая, поскакала, поскакала, за листочками же ей нужно гоняться. Вот так. Все-таки вот так. Здесь уже, видите, деревьев нет поблизости, соответственно, нет листочков. Ладно, тогда выключаемся. Следующий день, и у меня снова кисель, на этот раз облепиха тыква. И снова чечевица, в общем, с такой колбаской из фарша, и огурчики. Вот. Ну и куплю еще булок, как обычно, чтобы не похудеть, не дай бог. Девочки, а вот и я. Давайте быстренько поговорим, я буду работать. К нам завтра приезжает комиссия в магазин, все будет проверять, поэтому страшновато, и нужно все, ну, порядок везде наводить, я здесь вам не слышала. Я вчера везде наводила порядок в колготках, еще не доделала, поэтому сейчас буду продолжать. Ну, за сегодня, думаю, успею, я не знаю. Девчонки тоже наводили порядки, когда работали в других отделах, ну, как бы, люди-то ходят, и не знаю, как все пройдет. Я завтра буду работать, я и заведующая. Вот. Вот, поэтому... У меня таких историй, кстати, мы рассказывали, я вам потом расскажу, если не забуду. Три истории у меня есть. Две про работу и одна так, около рабочей. Ну что, девочки, проверка у нас прошла, кстати, очень, ну, неплохо, неплохо. Заработали несколько штрафных баллов, но даже, например, в прошлом году у них их было больше, то есть более-менее. За мои колготки немножечко косячок был, одни колготки я не выставила, как-то пропустила, ну, ладно. Ну, и там по обуви еще. В целом, очень даже нормально, неплохо. Так, это я выставляю просто костюмчик. Вот. И, главное, приехал товаровед, она одна была женщина. И толпа народу набежала. Я говорю, ну, что это такое, как назло? Ну, конечно, я с ней не общалась, я с покупателями общалась. Но все равно, как назло, да, так бывает. Где ценник. Вот. Прошло все, как я и сказала, хорошо. Историю порассказываю сейчас. История про нашего кладовщика. Он на самом деле бывший кладовщик, но его приглашали ставить в склад. Вот последнее время, ну, нужна была его помощь, короче. А у нас какое-то время назад пропало много пар обуви, когда я еще здесь не работала. Просто коробки есть, обуви нет. И приносит, ну, он уже уволен, уволился этот кладовщик. Ну, так как он приходит, а у нас, а у нас можно сдавать обувь на ремонт по гарантии. То есть он принес три пары обуви на ремонт, сдал нам все. И просто заведующий проверяет. И у нас вот этих вот три пары, именно в тех же размерах, те же модели, одни из тех, которые пропали. Она ему звонит, говорит, принеси мне, пожалуйста, чек. Он чек не смог предоставить. Он сказал, что он где-то их купил в другом магазине, но так как у нас заведующие, она позвонила туда, там все проверили. И нет, он их не покупал в том магазине. То есть представляете, насколько человек наглый украл обувь и принес ее сюда же ремонтировать. То есть он думает, что люди не сделают выводы, что это он. Просто как не стыдно. Дурак, просто дурак. Украл. Ну все, сюда точно не нужно ее приносить. Правда же? Вот это одна история. Другую историю рассказала мне уборщица наша, когда я ей сегодня утром вот эту историю и рассказала. Она говорит, я думаю, мне, ну ей сказали не выносить мусор. Оказывается, была такая история тоже в Монро, в другом каком-то магазине, что уборщица просто, а у нас такие коробки под мусор большие, в них много пар обуви влазит. И мы туда скидываем весь мусор. Там бумаги, там картонки всякие. И что она делала? Она просто клала в коробку все, что ей нужно сначала, а сверху накидывала мусор и выносила на мусорку. А после этого, ну, помоет пол, допустим, и выходит и собирает по помойкам то, что она на вытаскивала. То есть, вот такая история тоже очень занимательная. А третью историю не помню. Она вроде как не про магазин была. Если вспомню, расскажу. Надеюсь, вам интересно в моей истории про магазин обуви Монро. У нас ждут всякие сумасшедшие ходицы. Я вам рассказывала про того, который постоянно, который мне говорил, что я похожа на его знакомый. У меня даже грудь такая же. То есть, это, короче, такой сумасшедший дяденька. У него аж диагноз стоит. Он считает себя экстрасенсом, гипнотизером. Он любит очень разговаривать. Когда с ним не разговариваешь, он уходит. То есть, я это поняла. Я просто с ним не разговариваю, когда он приходит. И вот он сегодня опять заходит. Мы с заведующей стоим, ждем товароведа, поправляем носки. Но она тоже его знает, что с ним не надо разговаривать. То есть, я не поздоровалась с ним. Она поздоровалась, соответственно. Он такой довольный, начинает с ней разговаривать. И на эмоциях, на эмоциях. А я на корточках сидела там у носках. Короче, мне так смешно. Просто он говорит всякую фигню. Во-вторых, он из-за того, что она с ним разговаривает, он такой довольный. И он начинает говорить. И говорит все быстрее и быстрее. Всякую ересь несет. Типа там, а к вам наши приходят? Она говорит, да, приходят. А кто? Говорит, Саня. Такая Саня, говорит, Эманя. Ну, наши, типа, сумасшедшие. Каждый день заходят. Говорит, я сижу уже на корточках. Не могу, мне кажется, скоро на пол. Я лягу, буду валяться. В общем, насмеялась. Но он потом ушел. Он так, типа, прогнала, сказала, все, до свидания. Он ушел. У меня был его так, да, домиком сейчас. Короче, смешно, смешной дяденька, конечно. Кстати, да, еще один сумасшедший к нам тут на днях приходил. Я его первый раз видела. Какой-то придурочный. Молодой. Разговаривает вот таким голосом. И говорит, как обычно, всякую фигню. А этот сегодняшний такой, типа, на меня. А это, говорит, что девушка, она настоящая или она нереальная? Короче, так, говорит. Нереальная я. Я нереальная. Вот. Поедет такой, дедчик. На тусовку наношу, поедете? Она такая, ага, конечно, сейчас. В космосе у них там тусовка намечается. Кого только не встретишь. И ходите сюда. В общем, всякие мани, сани. Никого только тут нет. А я хочу чуть-чуть спать. Ну, все, вот этот товаровед ушел. Немножечко можно, мне кажется, расслабиться. А то вот эти последние мы только и делали, что все. Поправляли. Давайте в зеркало, что ли. В зеркало сходим, пока никого нет. Несмотря на то, что сегодня... Несмотря на то, что я сегодня работаю с заведующей, я в черном. Потому что красной кофты у меня нет, у нас холодно. Сейчас я немножко согрелась, но вот с обеда вышло. Прям очень дует от окон. Холодно. Прям на складе даже теплее, чем здесь в зале. Отопление еще не дали, но я надеюсь, уже скоро дадут. У нас очень сильно холодно. Я снова надела. Пацанушки, кстати, вот с этими колготками не так сильно. Видимо, чем более шелковистые колготки, тем больше скользит нога. Эти какие-то такие матовые. И как-то в этих штанах мне работать удобнее всего. Потому что я, когда широкие и длинные, я вот так могу запнуться. И пару раз чуть не упала. А тут не за что запинаться, в общем-то. Сейчас покажу вам кое-какие колготки. Вчера нашла. Я не знаю, конечно, как вам, но мне вот эти колготки вчера вызвали очень сильную ностальгию. С вот таким рисунком. Просто дело в том, что у меня в детстве... Ну, да, это еще было детство. И, не знаю, мама мне что ли подарила колготки с похожим рисунком. Конечно же, это не точная копия, но что-то было похоже. У меня просто вчера такая ностальгия началась. Мне так захотелось их купить. Ну, когда я в детстве их надела, они мне, конечно же, быстро порвались. Я не знаю, но у меня прям такая ассоциация с детством моим. Вот так вот примерно на ноге. Вот не знаю, стоит ли мне их купить. Единственное, что размер тройка. Я беру четверку себе. Ну, и быстро ли они порвутся. Я не знаю. В принципе, сеточка, она дольше на мне, по крайней мере, носится. Так что я подумаю, конечно. Ностальгия. Это прикольная ностальгия. Решила не брать, потому что не совсем такой рисунок все-таки. Еще вот такие вот есть. Может, у кого-то ностальгия. По 319 рублей, кстати, не стоит. А вот из тех, которые я бы, наверное, купила, она... Ну, вот такие вот расцветка. Интересная. Тоже интересная. Вообще, вот эти вот уже давно о них думала. Давайте проверим, сколько они стоят. 199. Можно брать, кстати. Да? Можно взять. Берем. Еще нашла хорошие колготки. 399 рублей. Они такие, знаете, вот рисунок. Как будто бы небольшая сеточка сейчас. Вот видите. Думаю, может так взять. Они 600 ден вообще. Присходить в закуп по колготкам. Вот такие возьму. Саша, это рисунок. Это не сетка. Но она не выглядит, как сетка на ноге. Вот такие себе развернула. Мне очень понравился этот рисунок. Но как будет на ноге, потом посмотрим. Вот эти все-таки. Все-таки возьму. И вот эти все. Эти дешевые. Просто 199 тоже возьму. Сейчас пробью и рассчитаюсь. 1236. Сейчас я применю свою скидку. 906. 300. 330 рублей. Телефончиком рассчитываемся. Стою, жду Игоря. Он сейчас за мной приедет. Там просто где-то пробка. С фонарем стою, чтобы меня было видно. В общем, я-то думала, мы отмучились. Поближе телефон сделаю. Потому что плохо слышно машина. Оказывается, это еще не все проверки. У нас сегодня был просто товаровед. А завтра еще какая-то комиссия будет, которая будет больше проверять документы, работу заведующей, ну и как бы нашу работу. Поэтому и опять я работаю. Вот еще специально мне такое подстроили все проверки. В общем, так что еще завтра попугаться оказывается. Но зато потом, видимо, расслабимся. Это второй мой сегодня рабочий день. Мне еще два впереди. Я на четыре вышла. Одета вот так, тепло. А колготок я понакупила. Дома посмотрим. Завтра какие-нибудь новые оденем. И хочу еще побольше, получше рассмотреть те, которые я Саше купила. Попробуем. А потом Саше отдадим. Сначала сами попробуем, а потом Саше отдадим.